Июнь 1842 года. В село Порзень Юревецкого уезда прибывает витебский дворянин Григорий Любомирский. Ему поручено взять под управление одно из крупнейших поместьй края, принадлежащее графу Бутурлину. Имение насчитывает почти 6000 душ. Мужчина приступает к обязанностям, а спустя два месяца оказывается в центре крупного скандала. К уездным властям обратились крестьяне. Они обвинили нового управляющего в растлении молодых девушек. Жертвами его любострастия стали не менее десятка селянок. Объектом были, как сообщали крестьяне, которые пострадали, преимущественно невинные девушки. Ему интересовали девственницы от 16 до 20 лет. Он интересовался молодыми девушками, которых туда приводили, с целью их лишить невинности. Действовал Любомирский просто. Он выписывал девушек из деревни для обслуживания имения в качестве прачек, горничных, кухарок. А затем с помощью угроз склонял к интиму. В случае отказа обещал перевезти в Кенишемский уезд на пустопорожные земли, либо отправить на фабрику в Москву. Идти на конфликт с барином крестьянки не решались. За удовлетворение своей похоти и молчания управляющий награждал подарками. Кто-то получал тряс на сарафан ткани, кто-то получал небольшие деньги, кто-то получал пряники. Совсем смешной, на наш взгляд, награда, но на их взгляд, видимо, не такая смешная. Первый раз это происходило, естественно, со слезами, с криками. Но многие из них говорили, что связь продолжалась в течение двух месяцев. Причем уже через месяц приехала жена с детьми. И тем не менее связь продолжалась. Периодически он вызывал их ночью в какое-то из мест. Впоследствии этот факт на суде был использован против крестьянок. Если брали подарки, значит, всех все устраивало. Примечательно, что когда разгорелся скандал, главный фигурант уехал в Москву. На суде он ни разу не появлялся. Из столицы прислал объяснительную на 20 листах, в которой изящным слогом сообщил, что его оклеветали. По версии Любомирского, он хотел сделать имение доходным. Для этого требовался ряд преобразований. Оброк нужно было заменить на барщину, часть крестьян загнать на фабрику в соседнем уезде. Это не понравилось местному общинному старости Макару Беляеву. Именно он дал ход к делу, убедив крестьянок обратиться к властям. Впрочем, одно не противоречит другому и не оправдывает самого Любомирского. Использование крестьянок для хозяйских утех в то время было привычным явлением. Есть сведения о предыдущем управляющем Леоне Ивановиче Капустине, который точно так же совершал такие же действия с некоторыми из фигурантов показаний этого дела с Любомирским. То есть они первый раз подверглись расстрелению именно предыдущему управляющему Капустине. То есть он точно так же вызывал их, точно так же пугал отправкой в другое место в Москву на фабрику, собственно говоря. И точно так же получал то, что он от них хотел. И точно так же награждал подарками. То есть это, собственно, поскольку там у Бутерлина сменилось два десятка управляющих, то я думаю, что это, в общем, совсем не какое-то выходящее из ряда было поведение управляющего. Материальных доказательств вины Любомирского у следствия не было, а слово дворянина перевесило крестьянское. Суд признал Григория Любомирского невиновным, а крестьянок обязал покаяться и просить у аристократа прощения. Сергей Веселов, Иван Сахаров, телекомпания «Барс». Субтитры создавал DimaTorzok